Эти переговоры сейчас на связи со студией преподавателя университета Радгерса в США Сергей Костяев. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Результат переговоров вряд ли можно назвать неожиданным. Зачем стороны тогда вообще встречались? Для Бадина это очевидная попытка как-то утихомерить Путина, поскольку он делает очень такие громкие заявления о том, что если НАТО и Соединенные Штаты не примут требования России о том, что НАТО не будет расширяться на восток, о том, что не будет военного сотрудничества с Украиной, то Россия примет меры военно-технического характера. Соответственно, Байден ведет эти переговоры для того, чтобы избежать этих мер военно-технического характера со стороны президента Путина. Ну вот, как подтвердил Рябков, переговоры эти пройдут в три этапа, и вот на этой неделе еще две встречи будут. Что-то они могут принципиально изменить? Если Россия откажется от этих требований, которых я сказал секунду ранее, то вполне могут быть договоренности об этом договоре о ракетах средней и малой дальности, из которого вышла администрация США во имя Трампа. Могут быть какие-то договоренности по поводу взаимного уведомления о каких-то военных учениях, то, в общем, о чем Соединенные Штаты говорили ранее. А история с НАТО, это же уже двухпартийная такая 30-летняя история, начиная с Билла Клинтона, всю дорогу Соединенные Штаты твердили, что все страны могут присоединиться к НАТО, если они соответствуют определенным параметрам. Поэтому внезапные требования России, а вот, дескать, вы должны сами на себя наложить какую-то эпитимью, они, очевидно, неприемлемы для Соединенных Штатов. Но, с другой стороны, Россия же заявляет в последние дни, в частности, господин Рябков говорил, что никакие компромиссы по вопросу, вот, по требованиям к НАТО Москва не пойдет. Может ли стать договор по ядерному оружию, какой-то замены этих договоренностей, или что-то еще может быть предложено? Ну, круг проблем очерчен, и это, собственно, мяч на стороне Путина. Он либо пойдет назад и скажет, что мы передумали, мы не будем требовать от НАТО нерасширения, либо он примет вот эти меры военно-технического характера, которые поставили полмир на уши. Будем смотреть, какие будут дальше события. Ну, вот, замгоссекретаря США по итогам встречи заявила, что подлинный прогресс в переговорах с Россией все-таки возможен. Это такой дипломатический жест, или действительно она верит в это? Опять же, по тем параметрам, которые они заявляли, возможны ограничения на вот эти вот всякие военные учения со стороны НАТО и со стороны России, возможно, вот этот договор о ракетах средней малой дальности. Вот по этим параметрам, по этим вопросам, безусловно, между Россией и Соединенными Штатами могут и, на мой взгляд, должны быть достигнуты договоренности. Но это вопрос не того, что я хочу. Я благодарю вас, преподаватель университета Радгерса в США Сергей Костяев, был в прямом эфире Коммерсант ФН.